СССР Скажите, вы испытываете ностальгию по СССР? Да, испытываю. Да. Нет. Почему? Потому что я родилась уже когда СССР развалился, к сожалению. Я знаю лишь по рассказам родителей, поэтому не особо скучаю. А вот вам рассказывали больше хорошего или плохого? Больше хорошего, но мне нравится, как я живу сейчас, поэтому не скучаю. Конечно. У меня дед воевал. Да. А что вы вот знаете про СССР? Что слышали? Ну он распался, вроде бы. Я испытываю, мне... Мое детство прошло, я помню хорошо товарища Сталина на демонстрации, на всех. И мне очень жалко, что хорошие забыли о СССР. Да. Безусловно. Потому что я родился в то время, учился, как был октябренком, пионером, комсомольцем и членом партии. Иногда. Вы испытываете ностальгию по СССР? Да. Ну, если, конечно, я еще, конечно, уже там не родился, но как не рассказывали, то... Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Мы были более дружны, более общительны. Сейчас этого нет. Конечно. Нет. Особенно Брайан не испытывает. Нет. Это не хорошо думать об этом. Для него, ну, это нехорошо думать об этом. Во времена советские он не мог бы вообще... Ну, во-первых, на мне жениться он не мог бы. Во-вторых, приехать сюда. Я из Америки, мы любим Россию такой, которой она сейчас является. Сейчас намного лучше. А вы испытываете ностальгию? Я испытываю ностальгию по детству, это естественно. В детстве у меня было все прекрасно, и сейчас очень хорошо, но я думаю, вы понимаете, что глазами ребенка все было просто идеально. И при этом я довольна своей жизнью и очень радуюсь тому, что все сейчас намного свободнее. Ностальгию испытывать я не могу, поскольку я только рождена была в Советском Союзе, но иногда не хватает этой идеи товарищества, и поэтому хотелось бы, чтобы это было, и чтобы людям было не пофиг друг на друга. Идея была замечательная, но если бы ее поддерживали все, в том числе и правительство, а так как идею содержали только те, кто строил Советский Союз, а именно рабочие руки, а в правительстве этой идеи не было. Как была бюрократия и капиталистический склад ума, так и, собственно, и остался. Вот эта идея, где все были товарищи и друг друга не оставляли в беде, это мне близко. Но, как видите, это и развалилось из-за того, что идейность была не у всех. Я теперь могу объяснить позицию этой девочки. Она очень хотела жить в коммунизме, и поэтому я женился на ней. Чего не хватает России и то, что было в Союзе? Прежде всего, социальной справедливости. Но Советский Союз представлял собой такую корпорацию, акционерное общество закрытого типа, как говорится, для своих. А сейчас открытые. Для своих, для жителей? Для жителей, для граждан СССР. И все доходы, короче говоря, от деятельности промышленности, сельского хозяйства, она распределялась среди всех жителей Советского Союза по законам социальной справедливости. Ну, так трудно сказать конкретно. Общая атмосфера, которая тогда была, скажем так, отношение людей, в обществе отношения между людьми, в таком духе общая такая тема. Вот сейчас нету, я уже старая, мне девятый десяток, и я замечаю, как медицина стала платной, вся стала платная. Вот этому медведеву, который говорит, потерпите, а он будет там жить, это я не воспринимаю. Очень много. Какие-нибудь примеры вот. Ну, не хватает бесплатных музеев, не хватает экскурсий, по городу, и колорита не хватает, понимаете? А вы как считаете? Я тоже испытываю ностальгию по безопасности, потому что можно было в детстве гулять до темна, допоздна. То есть в СССР было безопаснее, чем сейчас в России? Мы в 12 часов могли возвращаться с танцулик, и никто никогда не обидит. Мы знакомились с мальчишками, на набережной играли магнитофоны, потанцуешь, ребята проводят, и никогда не было. Очень мало хамства было, на самом деле. Да, это еще Мухаммед Али сказал, что у них можно в стране целую ночь просидеть в парке, и тебя никто не тронет. Да, 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 совершенно верно. Вы знаете, мы ехали в Смоленск студентами, и мы заболтались с мальчишками, и остались на перроне, поезд ушел. Ко мне подошел мужчина и сказал, вот вам 10 рублей на билет, в то время 10 рублей, это очень большие деньги были. Я говорю, а как же я вам отдам? А вы отдадите тому, кому больше будет нужно. И вот с тех пор отдаем, отдаем и отдаем. Мы не знаем про Россию, потому что мы из Эстонии. Но у нас сейчас сплошной капитализм. Ну, в принципе, по-моему, разницы особого нету, потому что люди одинаковые. С той времени я это время хорошо помню, только забраться до Ленинграда сейчас или до Петербурга сложнее. Нам на границе мы ждали несколько часов, а раньше было как-то мой ездил. Или в Москву, или в Питер. Передвижение раньше беспрепятственно. Люди одинаковые, значит, никакой разницы нету. И равняется той времени, когда мы были молодые и часто ездили в Ленинград, сейчас столько хороших впечатлений, потому что люди добрые, такие же, как были в это время. Чего не хватает России, что было в СССР? В России не хватает. Вот именно той дружбы среди народов все жили, той доброты, отношений между людьми. Сейчас такого нету. Сейчас вот индивидуальность, все, а тогда вот пусть это плохое слово, коллективизм, но неплохое. Это как раз то, что нас сплочало, и человек, человеку всегда отвечал добром. А сейчас это очень... Вот именно вот это не хватает, вот это тепло отношений между людьми. Идейности в молодежи, все как-то не направлены никуда. То есть получается, все как-то бесполезно живем. Ну, сложный вопрос, наверное, много чего не хватает. Единения людей не хватает. Я думаю, вот это самое главное. Стабильность. А в чем она проявлялась? Ну, все было стабильно, все знали, что было раньше, что будет, как говорится, в будущем. А сейчас стабильности нет. Скажите, вот вы знаете, что такое дефицит? Да, знаю, конечно. В моем детстве был дефицит, я помню, да. Как бы вы боролись, если бы он сейчас опять настал? Вот это сложный вопрос. Наверное, новые пути импорта. Разве что так. Ну вот нет, например, товара, который вам нужен. Где бы вы его искали? Ну, сейчас широкая сеть интернета, наверное, все можно найти. Сейчас, по-моему, всего хватает. Все есть. А если бы он настал, то что бы вы делали? Если бы он настал, старался бы достать. Каким способом? Через знакомых. Я через все такие нюансы уже проходил, и 90-е, и конец 80-х, так что я это все знаю, и страха никакого нет абсолютно. А где бы искали нужный товар? Теловеку не так уж много нужно, на самом деле. То, что нужно, я бы нашел себе. Уже такое ощущение, как будто настал. Уже макароны не продают в пятерочке, не знаю, чем питаться. Где бы вы искали нужный товар? Макароны? Ну, в том числе. Ну, я бы сам делал макароны, в принципе, мука-то не в дефиците. Пшено есть у нас, как бы, в стране. Мука будет все время. Вот. А если вот электроника какая-то понадобится, тоже сами сделаете? Электроника? Где электроника идешь, да. Я только макароны, в принципе, использую. Ни малейшего дефицита не наблюдаю. А главное, чтобы деньги были? Это да. Качественное исполнение, за что берут эти деньги, а это не всегда встретишь. Как вы боролись бы с дефицитом и как боретесь, если он по-вашему уже есть? Дефицита нет. Сейчас, какой уж сейчас дефицит? Были бы деньги. Дефицит денег есть. А дефицит денег? Нет, у меня нет дефицита. Все, что у меня есть, что мне надо. Дефицит денег борюсь с тем, что я на 85-м году еще работаю. Ну, правда, хотят у меня отнять пенсию, если я буду продолжать работу, но пока еще нет. Дефицит одинаковый. Дефицит и тяжелый у нас в Эстонии. И наверняка и в России. А когда есть дефицит, тогда есть и знакомые, которые решают все проблемы. А, то есть дефицит, он как бы порождает общение с людьми больше? Обязательно, обязательно. Способствует общению? Да, именно. Да, я никак не боролся. Мне предостаточно всего, и я думаю, что это не стало проблемой вообще никакой. По-вашему, сейчас нет дефицита в России? По-моему, нет. По-моему, все прилавки ломятся, ленты всякие открываются, окей, товаров просто не знаешь даже, что покупать. То есть, мне наоборот, кажется, лучше бы ограничить еще не там до нескольких видов. Бороться с ним бессмысленно, просто нельзя, не надо было давать возможности вообще его создавать дефицит. Вот и все. А где вот вы искали нужный товар, услуги, которые вам необходимы? Да, мне кажется, дефицит, вот знаете, я не помню, что был такой тотальный дефицит. Все равно у всех все было. Все когда доставали, и не сказать, что там за бешеные деньги, нет. Я думаю, что этого даже такого не было особо. Если будет какой-то дефицит, я думаю, что мы в беде не останемся. Надо избавиться от Обамы и пригласить уже мистера Трампа. Откуда? Мы из Калифорнии, из Америки. Тогда будем дружить снова. Россия с Америкой. Как в Америке с дефицитом борются? У нас, к сожалению, это, конечно, ну это, я так, из баловства говорю, у нас нет дефицита. И это иногда очень мешает жить. Потому что слишком много выбора, и это занимает очень много времени, и люди просто избалованы этим. И когда я им рассказываю истории с моего детства, но они просто не верят, у них в голове это не укладывается. Доченька, у нас тоже нет дефицита. У нас в этом году рекордный урожай пшеницы. Так что, если вам понадобится русский хлеб, давай говори мне, и все будет в порядке. Я думаю, вряд ли, дефицита не будет. Сейчас все можно купить. Раньше дефицит был, а сейчас дефицита нет. Мне сейчас сложно понять, как бороться с дефицитом. Сейчас все есть, только денег нет. Дефицит в деньгах, все.